Запорожский краеведческий музей вновь пополнили новыми ценными экспонатами. На этот раз военнослужащие 93-й отдельно механизированной бригады торжественно передали руководству музея национальный боевой флаг, который прошел с бойцами почти все горячие точки Востока Украины. Хотелось бы передать, не побоюсь этого слова, боевой прапор, потому что он прошел в Водино, Пески, Авдеевка. Багато где побывал и сейчас не могу сказать, где на самом деле хлопцы, потому что военнослужащиеся сняли с нашей БМП, боевой машины пехоты и вручаем нашему музею Запорожскому. Мойцам, которые на протяжении двух лет защищали границы и независимость нашей страны, вручили удостоверение участников боевых действий. Минутой молчания почтили память погибших героев. Сегодня мы вручаем посвящение участников боевых действий воинам 79-й отдельно-армобильной бригады, 93-й отдельно-механизованной бригады и 23-м мотопехотному батальону. Советскому службовцу, который призывался во время проведения первой и второй черв мобилизации. Украинскому народу всегда приходилось отстаивать честь и независимость своего государства. И теперь, когда на востоке Украины идет необъявленная война. И сегодня мы вынуждены в очередной раз доказывать, что мы не только древняя, но и сильная нация, которая не только способна, но которая будет отстоить свою государство. И обязательно Украина будет единой, целой, неделимой. И обязательно Украина станет частью европейского содружества. Евгения Али, Дарья Зарянова, ТВ5.